Доброе утро, мои хорошие! Влог начинается не как обычно с постели, а с улицы. Обалденная погода на дворе стоит. Я иду в магазин. Я буду готовить, точнее мама готовит борщ украинский. И вроде как его едят с салом. У нас, к сожалению, сало не найдёшь. Да и вообще вроде как сало это свинина, разве нет? Вот, поэтому я решила придумать такую альтернативу. В общем, вместо сала у меня будет колбаска. Очень вкусная. Копчёная такая колбаска. Мою любимую колбаску разобрали. Что теперь делать? Не знаю. Нет, здесь лежала вчера. Хотя здесь много было. Разобрали, видимо, она очень вкусная. А я ещё взяла такую огромную корзину. Она, видимо, пустая поедет домой. Так, решила взять вот такой вариант. Но это не нарезка, к сожалению. Это вот полная колбаска. Но зато здесь много. Сметанку. Возьму 20% такую маленькую. Зачем много? Просто в холодильнике лежит. Купила колбасочку. Поднимаюсь наверх. Ребят, кто знает, где можно купить специальный аппарат, чтобы нарезать тонко колбасу в боку? Напишите, пожалуйста. Я просто хотела сначала нарезку взять, потому что там очень тонко, классно нарезано. Но, к сожалению, той марки, которую я хочу, не было. Поэтому пришлось взять палку колбасы. Но я люблю, когда она тонко нарезана. Поэтому, не знаю, получится у меня это сделать самостоятельно или нет. Мои хорошие, во всем в этой жизни нужно искать положительные моменты. Вот после коронавируса я теперь каждый, можно сказать, полчаса обязательно мою руки с мылом. Бабушке понравились нитки, да, бабушка? Просто бабушка говорит, что-то слишком они толстые, да? Сейчас она будет делать из этого клубочка вот такой вот клубочек, чтобы было удобно использовать. Но я надеюсь, что Твикс вот здесь вот... Ему очень нравится играть с клубочками. Я надеюсь, что он не помешает бабушке. Как тебе, бабушка? Нормально? О, это значит да на нашем нарезвенском. Вчера не обратила внимания. Оказывается, зеленые нитки намного толще. Подожди, бабушка, покажу. Чем вот эти вот красные? Оказывается, есть... Я не буду решить, как это. Он их не ранговый, что такого цвета там нет. Могу тебе темный купить такой, темно-зеленый. Хочешь купить? Могу поменять. Да. Сижу я, значит, монтирую видео, которое вы уже видели, наверное, на момент выхода этого. Это прошлый влог. Сейчас быстренько смонтирую, кину. Просто многие спрашивают, какой программой я монтирую. Она называется Movavi. Она платная на самом деле. Но я, если честно, не встречала хороших бесплатных программ для монтажа, где есть достаточный набор функций, так скажем. Вот, многие просто спрашивают. Я в комментариях вижу. А еще здесь клипует пацанчик. Просто ничего от жизни не надо. Лежать, спать, есть, срать и все. Так, я притащила свои заветные органайзеры. Будем сейчас маме делать коррекцию. Сколько мам тут проходило с этим покрытием? Я уже не помню. Очень давно мы делали. Сейчас вам покажу, что у нас осталось от покрытия. Мама немного длину убрала ножницами самостоятельно. В общем, это мои цвета. Я предлагаю маме сделать что-то яркое, броское. Но мама говорит, что не хочу. Хочу что-то нюдовое. Хотя она вот с этим нюдом проходила, наверное, месяцы, если не больше. Организовала рабочее пространство. Здесь у меня телефон. Мы будем смотреть какой-то фильм на ютубе, чтобы время не казалось очень долго. Я обожаю в процессе работы обязательно смотреть какой-то фильм. Вот с чем мы сегодня будем работать. Очень сильно отросли. Тем более у мамы ногти растут очень долго. Мама даже вот убрала длину, как вы видите. И цвет выбрала вот такой. Это одно и то же, мам, почти. Чуть-чуть на тон влево, на тон вправо. Может что-то яркое сделаем? Нет, ничего, нормально. Давай снимем покрытие, потом ты уже решишь. Я уже решила. Да. Лицо кафедры вам напоминает, что у вас экзамен через 5 минут. А вы что? Полагаете, я этого не знаю? Сняла покрытие. Ногти выглядят вот так вот. Вот эта розовая штука с краю. Это укрепление гелем, которое мы делали, наверное, месяца 2 назад. А этот Викс мяукает. Хочет в подъезд. Что он там забыл, непонятно. Вот еще. Такой вот глубокий, насыщенный цвет у нас получился. Хорошо, что это бежевый не стали делать. Мама в последний момент передумала. Я хочу разбавить этот цвет вот такими вот блестками на одном пальце, как дизайн. Уверена, что маме понравится. Эту штуку, кстати, я купила, наверное, лет 7 назад и ни разу не делала дизайн. Поэтому решила сегодня поэкспериментировать на мамочке. И вот, наконец-то, я могу вам показать дизайн и маникюр, и покрытие. Как тебе, мама, самое главное? Отлично. Самое главное, чтобы тебе нравилось и долго носилось. В этот раз, кстати, укрепления мы не делали, к сожалению. Поэтому даже не знаю, как долго проносится. Потому что у мамы постоянно руки в воде. Вот. А вот мои. Красота. Да, мама уже не может без ноготочков. Уже привыкла. Да. Время уже 11 и уже пора спать. Врач мне сказал, что самый лучший сон это от 11 до часу. Я завтра планирую встать в 6. Как вы знаете, я уже как-то урегулировала свой день. Я встаю вовремя и ложусь спать тоже. И мне обязательно нужно разобрать свой шкаф. Все летние вещи, которые лежат вот здесь вот, убрать вниз. А зимние вещи, я не знаю, под кровать, наверное. Не знаю, куда девать. Потому что у меня уже места катастрофически не хватает. Обязательно нам в квартире нужна кладовка. Просто некуда это девать. У нас такой дурацкий проект квартиры. У нас на коридоры ушло куча квадрат. У нас квартира 105 квадрат. И при этом длиннющие коридоры. У меня огромный балкон. Балкон, наверное, квадратов 5. Там можно спокойно диванчик поставить. Еще одну кроваточку. Зачем такой огромный балкон? Ну, в общем, сейчас не об этом, мои хорошие. Вот мне многие в комментариях пишут, что, Айка, ты что-то покупаешь, ты не носишь. Я с вами согласна. И вообще в ТикТоке я видела там модного эксперта, который рассказывал о том, что покупайте дорогие вещи. И просто делите эту вещь на раз, сколько раз ты будешь носить эту вещь. То есть дорогую вещь, она тебе будет нравиться, ты ее постоянно будешь носить. А дешевую вещь ты покупаешь один-два раза и все. То есть выгоднее покупать дорогие вещи. Но шоппинг поднимает настроение. Шоппинг как по маслу, да, понимаете? Как сказать, вот такое выражение есть по маслу. Мне чуть не то сказала. Ну да ладно. В общем, я завтра буду мерить. Все это вам покажу. Точнее, я сейчас лягу спать и продолжу снимать для вас. Думаю, что будет интересно. Я славлю такой хейш. Что за колхоз? Ужас. Как ты можешь в этом ходить? Рада вас приветствовать в следующем дне. Я сегодня встала рано, аж в 7. Сняла для вас мукбан. Короче, кучу дел переделала. И решила наконец-то сделать порядок в своем шкафу. Потому что у меня в верхних полках лежат летние вещи, а в нижних зимние. То есть нужно их переставить. Еще у меня под кроватью очень много баулов с летней одежды. Их тоже надо вытащить. Наверное, постирать, повесить. И уже потихоньку носить. Потому что уже конец апреля. На улице жара. Если честно, я сегодня в футболке вышла. И мне абсолютно не холодно. В общем, кое-что буду мерить и показывать вам обязательно. Я ему так завидую. Белой завистью. Я тут же хочу есть, спать и срать. Хотя я почти то же самое делаю. Но еще и работаю. Как говорится, оценим фронт работы. Почему-то у меня шкаф полностью не открывается. Видимо, что-то там зацепилось. В общем, здесь куча летних вещей. Которые надо вынуть. Наверное, скорее всего, эти вещи стирать не нужно. Стирать я буду те вещи, которые лежат у меня под кроватью. Потому что там образуется какой-то неприятный запах. Здесь таких проблем нет. Эти все вещи мои. Мне надо их вынуть. Убрать зимние вот такие вот штуки. Понятное дело, что это я носить не буду в ближайшее время. Аккуратно все это дело разложить. Что касается джинсов. Я лично их не делю на летние и на зимние. Я могу спокойно надеть какие-то плотные джинсы летом. Поэтому здесь я ничего трогать не буду. Пусть все как лежит, так и лежит. Так, все вещи у меня уже на кровати. Кое-что уже начала разбирать. И я, честно, в шоке, что у меня есть такие крутые вещи. Особенно здесь. Одни шорты мне очень понравились. Сейчас померю и вам покажу. А что касается ящика, здесь остались кое-какие зимние вещи. Их я трогать не буду. Это вещи, которые я почти не ношу. Все остальное зимнее буду складывать сюда. Вот в моем гардеробе есть вещи, которые ни туда, ни сюда. Посмотрите, какие обалденно классные длинные рукава. Когда я покупала эту вещь, я была просто в восторге и уверена, что буду носить очень часто. Но вы знаете, я носила ее лишь раз. Только на одну видеосъемку. И теперь не знаю, куда деть. В принципе, мне нравится. Но с чем сочетать и куда это носить? Вы сейчас, наверное, напишите, почему не носишь на мукбанке. И да с такими рукавами неудобно на мукбанках. Поэтому убираю эту красоту на следующий год. Посмотрим, сколько лет, так она у меня будет в гардеробе. А это просто моя находка. Джекпот. Лучшая покупка с Алиэкспресс. Посмотрите, какая красивая, как назвать, рубашечка или, не знаю, кофточка. В общем, я ее купила за 4 доллара 3 года назад на Али. Ношу, стирая, наверное, раз где-то 70. Ничего с ней не произошло. Все просто идеально. Любимая вещь, думаю, что еще долгие годы буду ее, естественно, носить. Последняя покупка в прошлом году. Длинная юбка. Миди. И вот такой топик. С открытым животиком. Мне кажется, смотрится не вульгарно. И в то же время очень элегантно, красиво. Как вам, пишите в комментариях, буду просто с удовольствием носить. Иногда, кстати, даже ношу этот топик с другими юбками. Но смотрится, если честно, не очень. Лучше всего вот с этой юбкой. Жалко, длину вам так не видать. В общем, вот такая вот длина. Мне нравится. Я бы сочетала эту юбку именно с этой футболкой. Хотя, возможно, вы в комментариях напишите, что это нифига не сочетается. Но мне нравится. Мне нравится эта юбка. И многие писали в комментариях, что я поправилась. Я думаю, может, весы врут. Но вот в прошлом году носила юбку. Она была впритык. Посмотрите, я даже похудела. Когда я говорю, почему-то никто мне не верит. Думает, что я поправилась. Не знаю, вроде как на весах одно и то же. И вроде одежда тоже говорит об этом. Помните эту юбку? В прошлом году покупала в начале лета. Нормально сидит. Я сейчас разбираю вещи. Не знаю, только у меня так, ребят, или у многих. Вот белая маечка. И здесь появилось пятно. Вам не видно. Подождите, давайте вот так покажу. Видите пятно? Непонятно откуда. Какие-то желтые пятна появляются на одежде. Хотя одежда лежала просто в шкафу. Поэтому я не люблю брать белые вещи. Вот откуда это все берется, понять не могу. Придется постирать. И не факт, что это отстирается. Нашла мои любимые треники. Ура! На лето, мне кажется, самое то. Я в них еще хожу гулять вокруг дома. И не вижу здесь ничего плохого. Как мне пишут в комментариях. Лежишь на кровати, а потом выходишь на улицу. Да ладно, и что? Следующая находка. Такой тулумчик с шортиками. И с длинным рукавом. Покупала тоже в Нью-Йорке. И фишка заключается в том, что здесь есть такая кнопочка, чтобы грудь не сильно было видно. Мне очень нравится. Легкая. Материал такой, знаете, дышит. Правда, нужно обязательно погладить. Либо когда буду уже носить, либо сейчас погладить и повесить. Ну, посмотрим, как у меня будет настроение. В общем, тоже люблю. А эту красоту мне подарили. Но, если честно, мне не очень нравится. Особенно мне не нравится вот эта. Но эта вставочка просто так не отдирается. Поэтому даже не знаю, что делать с этим платьем. Можно просто носить дома. Но мне кажется, это больше такой возрастной вариант. Мне немного не по возрасту. Хотя материал очень приятный на ощупь. За это ему огромный респект. Ну, а так, в общем и целом, могу сказать, что это платье просто не мое. Вот такая вот футболка. Точнее, рубашка. И здесь в области плеч вот такие вот выемки. Если честно, когда купила, я была в восторге от этой рубашки. И сейчас тоже от качества я в восторге. Просто мне не нравится фасончик. Хотя, в принципе, могу померить. Просто оно очень сильно помятое. Хотя нет, давайте померю. Не обращайте внимания на то, что рубашка помятая. Естественно, носить я ее буду не с этими брюками. Но мне не нравятся вот эти вот дырки. Еще здесь бусины. Не знаю, по мне эта мода уже прошла. И как-то смотрится, ну, мягко говоря, не очень. Пишите свое мнение в комментариях. Хотя цвет очень красивый, насыщенный. Я очень довольна. Смотрится так элегантно. Но единственное, вот эти дырочки меня немного начинают напрягать. В принципе, я могу надеть и куда-то сходить. Но мне кажется, как-то это уже не очень актуально. Я очень люблю открытые плечи. И вы часто меня спрашиваете, где же я покупаю вот такие вот топики. Я их всегда беру только в Нью-Йоркере. Стоят они недорого. Стираешь, одеваешь. В принципе, не просвечивает. Очень не люблю, когда одежда просвечивает. Последнюю маечку, которую я купила, она, кстати, просвечивает. Это огромный минус. Даже со светлым бельем все равно видно. Все, что не должно быть видно. Вот опять понять не могу, почему не ношу. Тоже покупала года три назад с Алиэкспресс. Мне безумно понравился фасончик. Понравился материал. Все швы, вы просто гляньте, они идеально ровные. Лямочки тоже. То есть и не скажешь, что эта вещь стоит копейки и заказана на Алиэкспресс. Кстати, такое бывает очень редко. Поэтому я особо не советую заказывать вещи с Алиэкспресс. То есть каждая пятнадцатая вещь приходит где-то в таком состоянии. Зачем рисковать, если можно здесь в городе купить что-то стоящее, пощупать, потрогать и так далее. Но опять же, решать вам я просто исхожу из собственного опыта. Единственный минус этой рубашки заключается в том, что, например, вы подняли руку как-то неудачно. Эта лямочка может упасть и у вас будет виден бюстгальзер. Мои хорошие, если вы меня смотрите с прошлого года, то вы наверняка видели этот топик. Он просто идеален. И меня мама уговаривала, что верни его Айка. Он как-то не очень смотрится. А по мне очень даже круто. И я даже знаю, с чем его можно сочетать. Только сейчас мне в голову пришло, что вот эти новые джинсы, ой, джинсы, что я несу, новые брюки, которые я купила, просто идеально подойдут с этим вот топиком. По мне так просто идеально. Я уверена, что в комментариях начнется Айка, безвкусица, кто так одевается. Девочки, понятие вкуса и понятие красиво это растяжимое понятие. Я иногда смотрю в тиктоке, там советы модных экспертов. И я могу сказать, что 40% того, что они говорят, мне не нравится. Самое главное, гармония с собой. Если мне нравится, как я выгляжу, это самое главное. Вот так вот. Идеально. Буду носить вместе. Или, например, сочетать с вот этим вот топиком. Правда, он мне немного большеват. Именно поэтому здесь образуется вот такая вот гармошка. Это размер М. А мне нужен был XS. И у меня как раз-таки есть точно-точно такая же в размере XS. Она сидит намного лучше. А вот нашла. Размер XS. И вот такой вот обалденный розовый цвет. Хотя давайте сейчас померю и покажу вам, как на деле смотрится. Здесь уже совсем другое дело. Гляньте, как красиво. Не знаю, насколько сочетается с этими брюками. В принципе, можно. Почему нет? Как вам? Пишите в комментариях. А теперь надо как бы разобраться за всей этой красотой. Я, правда, не все показала вам. Но перемерила я здесь почти все. Закончила, мои хорошие, только сейчас. Сейчас, представляете, на улице уже темно. Время уже 9 часов вечера. Но зато я прибралась почти везде. Разобрала вещи. Кое-что решила выбросить вообще. Даже стыдно вам показывать эти вещи. Сейчас вам покажу, что получилось. Самое главное, что здесь все аккуратно. Все самое необходимое ближе ко мне. Что не нужно подальше. Здесь у меня джинсы. Я это трогать не стала. И здесь кофты, юбки. Как вы видите, все летнее. Маечки всякие, топики. А здесь все зимние вещи. Здесь опять наряды, которые я ношу очень редко. В общем, на этом все, мои хорошие. Спасибо, что были со мной вместе до конца. Всех люблю, целую. Жду вас дальше в следующих моих влогах. Субтитры сделал DimaTorzok